Друзья мои, всем привет! Вы знаете, действительно, уже неделю, может, даже больше не снимал никаких видеороликов, потому что очень был занят личными делами, подготовкой дачи к зимовке. И вот, наконец, представилась возможность сегодня посидеть перед камерой и кое-что вам рассказать. Так что в этом видео вы увидите очень много анонсов. И, собственно, в этом видео я расскажу все то, что нас ждет в следующий месяц, полтора, может, даже два. Поехали! Собственно, уже больше недели, как приехал тот компрессор, который мы вместе с вами заказывали в интернет-магазине. И я не стал его монтировать в аквариум. Я все-таки ждал возможности, когда у меня появится время для того, чтобы снять распаковочку этого компрессора. Ну и, скажем так, более-менее вам показать, что он собой представляет. То есть для тех, кто не смотрел прошлое видео, вот здесь вот есть ссылочка. Вы можете посмотреть, о чем идет речь. Ну а для тех, кто в теме, ждите обновлений канала. И вы обязательно увидите новый компрессор и то, как он работает. И, ну, в общем, все о нем. О нем там, да, все там будет, да. Друзья мои, кроме компрессора, в том же заказе я заказал себе лампу для ультрафиолетового стерилизатора. Так как при транспортировке моя старая лампа разбилась. И, опять же, в одном из следующих видео, то есть я вот анонсирую, да, те видео, которые вас ждут на протяжении, там, следующей недели и так далее. То есть в одном из следующих видео я расскажу вам более детально о ультрафиолетовом стерилизаторе. Вообще для чего он нужен в аквариуме. Есть ли смысл вообще его устанавливать. Ну и, собственно, покажу, как я его установил у себя в аквариуме. Так что те, кто подписаны, увидят это видео в ближайшем будущем. Ну а те, кто не подписаны, вот здесь вот внизу есть кнопочка. Такая красненькая, на ней написано подписаться на канал, а сбоку колокольчик. Вот жмем на кнопочку, жмем на колокольчик. И в ближайшем будущем, я думаю, это будет с понедельника на следующей неделе, вы уже увидите новое видео о том, для чего нужен ультрафиолетовый стерилизатор. И как правильно его подключить к своему аквариуму. Еще хотел бы сказать несколько слов о том, что, в принципе, даже не обновляя видео на канале, я стараюсь постоянно поддерживать консультациями, советами всех зрителей и, ну, в принципе, посетителей своего канала в нашем чатике Телеграме. Так что, если вы до сих пор еще не участвуете в нашем чатике, внизу здесь есть ссылочка. Заходите, пожалуйста, в чат, задавайте любые интересующие вас вопросы. Там как раз собрались аквариумисты, которые держат крупную рыбу и в больших аквариумах именно в этом чатике. Так что, не забудьте тыкнуть на ссылочку внизу под видео. Друзья мои, еще такой момент и, в принципе, убедительная просьба ко всем вам. Я вас очень прошу, не задавайте вопросы не по теме того или иного видео. То есть, если видео о освещении, не задавайте вопросы, какой нужно силикон для склейки банки такого-то размера. Ваш комментарий, скорее всего, будет проигнорирован и мной, и другими участниками, и другими зрителями канала. Поэтому, на канале есть вверху под шапкой несколько вкладок. И если вы посмотрите, одна из них называется обсуждение. Она специально создана для того, чтобы заходить и задавать там те или иные вопросы. То есть, вы можете заходить туда и оставлять пожелания, темы для съемок того или иного видео. То есть, если действительно ваш вопрос будет достаточно актуальный, я обязательно на эту тему сниму новое видео. Если же у вас вопрос, вы хотите обсудить, ну, скажем так, этот вопрос именно со мной, либо там с другими людьми, которые имеют тот или иной опыт, то, пожалуйста, зайдите в чат телеграме. Там есть ребята, которые действительно уже имеют опыт содержания крупной рыбы в тех или иных объемах. И я думаю, они с радостью вам помогут. Даже если меня не будет онлайн, то любой из них вам с радостью поможет в том или ином вопросе. Не поленитесь тыкнуть ссылочку на чат, либо же заходите в вкладку обсуждения на канале и задайте там свой вопрос, ну, или там пожелания тематики нового какого-то там видео. Ну, еще, друзья, хотелось бы проанонсировать то, что у нас в понедельник на канале стартует проект создания аквариума трехметровой длины. Общий объем системы будет чуть больше двух тонн воды. Я планирую создать отдельный плейлист на канале, в котором буду освещать все моменты собирания этой банки в одно целое. начиная от металлокаркаса и заканчивая непосредственно уже сборкой банки, установки сампа, труб, наполнителей и так далее. То есть я хочу сделать, скажем так, такой плейлист, в котором будет раскрыта вся тема создания большого аквариума со всеми нюансами и подробностями. И если вам эта тема интересна, то не забудьте подписаться на обновление канала. Вот ссылочка вот там вот внизу. Да-да, друзья. Ну и есть у меня еще такой момент. Вы знаете, если уже говорить о проектах, последний месяц, наверное, ну может недели две, ко мне обратилось очень много людей с просьбой нарисовать проект сампа для аквариума, сделать чертеж аквариума, рассчитать размеры стекла, просчитать размеры тумбы. Задавали вопросы, какой там профиль нужен, какая толщина стекла. Ну, в общем, очень много было вот подобных вопросов. И, друзья, по возможности я постарался помочь и ответить каждому. В этом всем, конечно, есть позитив какой. В ответ за все вот эти проекты я получил, в ответ за каждый из них я получил спасибо. Но, как говорится, спасибо на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Друзья, канал должен жить, и для всего этого каналу нужна материальная поддержка. Так что я вас очень прошу, если я вам действительно чем-то помог, если вам нравятся мои видео, если вы хотите, чтобы я продолжал дальше, не поленитесь, не пожадничайте несколько гривен или рублей для того, чтобы поддержать канал материально. Я уверен, что ни от кого не убавится 5 или 10 гривен, которые вы сбросите там на счет канала. Но, тем не менее, это очень сильно поможет в развитии, потому что в среднем у каждого ролика там по полторы, две, три, есть там ролики по 20 и по 30 тысяч просмотров. И за каждый просмотр по гривне это 20-30 тысяч гривен. А 20-30 тысяч гривен, друзья мои, это еще какой-то проект с крупной рыбой, это еще какой-то аквариум, либо там какое-то оборудование, на которое я могу сделать обзор, снять и все это вам показать. То есть для того, чтобы вы не набивали шишки сами, а уже увидели, как вот это все делаю я и какие шишки набиваю я. Ну, то есть фактически учиться на чужих там ошибках. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и поддерживать канал материально. Это очень важно. Ну и, друзья, последнее, что хотелось бы сказать в этом ролике, это все-таки огромное вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы оставляете лайки под каждым из них, за то, что вы их комментируете и делитесь ими с друзьями. Все это вместе очень сильно помогает в развитии канала и его продвижении в YouTube. И если вы дальше будете все это продолжать, то скоро мы наберем не 6 тысяч подписчиков, а 10, 20, 30, и нас будет много, и всем нам будет весело. Ну, а для того, чтобы, друзья, как-то вас заинтересовать, там лайкать, там комментировать мои видео и делиться ими с друзьями, я хочу в сегодняшнем видео, ну, не то чтобы разыграть, а просто раздать некоторую рыбку, от которой я уже, в принципе, хочу отойти. Значит, что за рыбку я хочу раздать и как я хочу это сделать, сейчас я вам все расскажу. У меня есть взрослая пара цитроновой цихлозомы. Вот здесь вот сейчас появится ссылочка, и там по этой ссылочке вы сможете посмотреть на эту пару. Очень красивая пара, им около двух лет. И, в принципе, я готов отдать эту рыбку человеку, который просто оставит комментарий внизу под этим видео с надписью «Хочу пару цитроновых цихлозом». Значит, для того, чтобы получить эту рыбку, вам нужно проживать в Украине, либо иметь возможность приехать за этой рыбкой в Украину, потому что, к сожалению, я за рубеж высылать рыбку не буду, потому что, боюсь, она просто не доедет. Ну и плюс там всякие качели на таможне. Так вот, для того, чтобы получить эту рыбку, вы просто оставляйте комментарий под этим видео, в котором укажите «Хочу пару цитроновых цихлозомы». Все. Значит, в конце ноября я рандомным способом выберу комментарий. Об этом всем я сниму отдельное видео, чтобы вы видели, что, ну, как бы все это происходит рандомно, да? Значит, рандомным способом я выберу комментарий, и человек, который оставил этот комментарий, сможет забрать, ну, либо я ему вышлю эту рыбку, либо он сможет приехать ее и забрать. Друзья, у меня также есть несколько красивых подростков моногуанской цихлозомы, есть несколько малышей и подростков цитроновой цихлозомы. Опять же, оставляйте комментарий, в котором укажите «Хочу малыша моногуанца», либо там «Хочу малышей цитроновой цихлозомы». И опять же, в конце ноября я рандомным способом выберу комментарий из-под этого видео, и вы будете иметь возможность бесплатно получить эту рыбку. Ну и, наконец, есть у меня еще с десяток подростков кубинской цихлозомы, там в размере около 6-7 сантиметров. Их тоже я хочу отдать и пристроить в хорошие руки. Поэтому, опять же, оставляем комментарий, если мы хотим кубинскую цихлозому. Оставляем комментарий «Хочу кубинскую цихлозому». И опять же, рандомным способом я выберу счастливого обладателя этой прекрасной рыбки. Значит, взрослую пару цитронов вы сможете посмотреть по этой ссылочке. Ну а малыши моногуанцев и цитронов появляются время от времени в моих видео. Так что пролистайте прошлые видео, в которых я показываю свои аквариумы, и вы всю эту рыбку увидите. Ну и на этом, друзья, я буду заканчивать этот выпуск. В принципе, я проанонсировал в нем все то, что нас ждет в следующий месяц-полтора-два. Помимо этого, я буду снимать свои аквариумы, показывать, как подрастает моя рыбка. Но я думаю, все те проекты, которые я затеял на вот этот период до Нового года, я думаю, будут для многих актуальными и интересными. Так что подписывайтесь на обновления, ставьте звоночки, чтобы не пропустить ни одно видео. Ну а сейчас еще раз спасибо за ваши теплые комментарии, спасибо за те лайки, которые оставляете под моими видео. Всем пока, удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!